Эта улица в центре Воронежа, где установлен бюст Сергею Есенину, хранит неприметный, на первый взгляд, памятный знак о первых учителях Воронежа. На улице Кардашова, специально говорю, сзади памятника Сергею Есенину есть скромный гранитный камень. Он не обрамлен никакими большими пышными клумбами. Он скромно доносит до нас очень важную информацию. На нем написано, что первые школы были созданы Воронеже, говорю своими словами, в 1703 году велением императора Петра I. Для чего? Для того, чтобы обучать будущих матросов, строящихся 1-го русского военно-морского флота, элементарному письму и счету. Семен Минин, Петр Фролов и Афанасий Побегайлов. Эти имена первых учителей Воронежа выбиты на камни. А начиналось все с того, что весной 1703 года по инициативе Федора Апраксина, возглавляющего местное кораблестроение, были приглашены в Воронеж молодые специалисты из Москвы. Семен Минин, Петр Фролов и Афанасий Побегайлов. Первые два только что закончили обучение на территории знаменитой, таинственной, мистической Сухаревой башни, которая была именно источником знаний того времени. И они были сюда делегированы и преподавать математику. Прибыли они сюда 2 мая 1703 года. К слову, единственным местным жителем в этой компании был Афанасий Побегайлов. Третий человек – это был воронежец, который учил, он служил в церкви, он учил по часослову, по молитвеннику, тоже букварей не было. И вот отсюда пошло воронежское образование. Это, конечно, очень такой необычный, интересный исторический факт. Говоря об истории образования, стоит напомнить о необычных критериях оценок у гимназистов и других учащихся 19 века. Сегодня у наших современников они могут вызвать лишь улыбку. Ну вот, например, худ посредственен, остр, туп, рачителен, очень слабен. А по поведению шалун, например, было такое критерия оценки. Ну, в общем, это очень, конечно, для нас сейчас вызывает только улыбки, но это очень дает большую характеристику конкретному человеку, в отличие от современных оценок. В наши дни Воронеж занимает второе место в Центральном федеральном округе по количеству вузов и других учебных заведений. Мы по праву можем назвать наш регион одним из образованных регионов страны. У нас в нашем Воронежском регионе 36 высших учебных заведений и 53 среднеспециальных учебных заведений. Вы посмотрите, ну кузница кадров для всей страны. Настоящей кузницей кадров является Воронежский государственный педагогический университет. Каждый год из стен этого учреждения выходят молодые специалисты, будущие педагоги. И это кузница кадров тех людей, без которых невозможно вообще развитие общества. Не раз спрашивали у многих людей, делали опрос. Хотели бы вы пойти в класс и что-то детям нести, даже за очень большие деньги. И многие уходили от этого, потому что это невероятный труд, усилие воли, знания, эмоции, интеллекта. И самое главное – любви к детям. А еще на территории вуза установлен один из немногочисленных памятников Воронежа, посвященный благородной профессии учителя. Этот памятный знак сооружен на добровольные пожертвования воронежских школ и дошкольных учреждений. Он выполнен в виде свитка, старинного свитка. Это первое, с чего человек начал знакомиться с грамотой. Вот такой древний свиток. И на нем афоризм Льва Николаевича Толстого. Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Именно эти слова великого классика высечены на граните. А еще, если вглядеться в детали этого памятника, он нам показывает, что школа, учение – это начало всего, всего, что существует в нашей жизни. Там есть элементы строительного дела, там есть на памятнике элементы даже педагогического мастерства в виде театра. Все, все – это школа. И пединститут, и этот очень скромный памятник лишний раз подчеркивает значимость этого очень сложного труда, деятельности, а я бы сказала, даже искусства. У каждого из нас есть свой учитель, который навсегда останется в душе и в памяти. Для многих воронежцев таким педагогом и наставником была народная учительница СССР Марина Картавцева. Это была кудесница слова, это был необыкновенный высокий полет педагогического искусства. Она моя любимая учительница, я ей благодарна за все. И вот даже случайно оказалась здесь у меня ее фотография. В честь нее сейчас премия есть педагогического мастерства. И, конечно, на таких личностях, конечно, держится наша отечественная школа. И многие учителя стараются изучать ее педагогическое наследие.